Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды заслуженным жителям Самарской области. Их получили более 50 человек. Это военнослужащие, участники СВО, волонтеры, представители предприятий и общественных организаций, сотрудники сферы культуры, здравоохранения, ЖКХ. Все те, кто своим трудом вносит неоценимый вклад в развитие Самарской земли. Глава региона отметил, что Самарская область в числе регионов-лидеров по многим социально-экономическим показателям. Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Самарцы обратились с вопросами переселения из аварийного жилья, ремонта дорог и установки контейнерной площадки. Какие решения были озвучены, расскажет Андрей Горгуленко. Установить контейнерную площадку для мусора ближе к домам. С такой просьбой к главе Самары Елены Лапушкиной обратились жители садового товарищества в Кировском районе, рядом с пересечением улиц Алма-Атинска и Старозагора. Сейчас за ними закреплена контейнерная площадка через дорогу в 300 метрах от выхода из частного сектора. Горожане, которые регулярно оплачивают услуги вывоза ТКО региональному оператору, отмечают, что всем было бы удобнее, если бы площадка была ближе. Глава Самары поручила рассмотреть свободное место под контейнерку. Земельный участок свободен. Вот он был. Там была контейнерная площадка, она сейчас освободилась. То есть место свободное и уже на нее имеется заключение, рассмотрим надзор. То есть осталось только хотя бы на первое время, там зерное покрытие имеется, с двух сторон имеется ограждение. Жители частного сектора в Красноглинском районе недалеко от лыжного центра «Чайка» обратились к Елене Лапушкиной с просьбой посодействовать в ремонте дороги. Сначала специалисты проведут осмотр территории. Красноглинское шоссе, пролегающее неподалеку, находится чуть выше сектора, из-за чего на улицах скапливается вода весной и после осадков. Представители профильного департамента рассмотрят возможность сначала разработать систему каналов, чтобы отводить воду мимо дорог. Затем можно будет приступить к ремонту дороги. Выезд покажет, что мы сможем с вами сделать первоочередное. Также главе города обратились несколько семей, проживающих в домах, которые признаны аварийными. Им разъяснили, в порядок предоставления новой жилой площади, из каких критериев подбирают квартиры и как будет проходить процедура передачи ключей и документов. Сейчас в городе идет переселение из домов, которые получили статус аварийных до 1 января 2017 года. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Плюсовая температура, сопровождающаяся обильными осадками, стала причиной образования больших луж на дорогах города. Как коммунальные службы справляются с последствиями весенней оттепели, расскажем в следующем сюжете. По словам синоптиков, за последние сутки в Самаре выпала месячная норма осадков. Дорожные службы в усиленном режиме откачивают воду с подтопленных территорий. Это районы, в которых отсутствует система дождевой канализации, а также имеются низины. Таких мест по городу порядка 44. Куйбышевский, частично Советский, Промышленный. Кировский, в основном поселок Зубчениновка. В этих районах сосредоточено максимум усилий профильных служб. Начиная с 15 марта в постоянном режиме в городе откачивают талые воды. На сегодняшний день откачали более 10 тысяч кубометров. Из них более 2000 кубометров за две смены 26 марта, когда пошел первый весенний ливень. Задействовали 19 единиц техники. Работа не прекращается ни днем, ни ночью. Сегодня на территории с подтоплениями было направлено 11 насосов с бойлерами. Девять лососов подрядчики используют на участках подтопления улично-дорожной сети. Еще двумя машинами муниципальное предприятие инженерной системы откачивает воду по обращениям граждан. В местах ее скопления – на дворовых территориях. С застоями борются и в других частях города, где ливневка единовременно не может справиться с гигантским количеством воды. Учитывая то, что потоки воды достаточно сильные, вытывающий мусор сносит на дождеприемные решетки и забивает их. Поэтому служба проезжала по местам, где сформировались застой воды, очищала эти решетки, при необходимости их просто открывали для обеспечения спуска скопившейся воды. Водители с осторожностью бороздят водное пространство на дорогах Самары. Ездить, конечно, не очень комфортно. Но все равно ездишь, что тут, то там встречаются бочки, откачивают воду. В особо, где крупная лужба идет. Ну, видно, люди работают, стараются, откачивают. По несколько бочек я видел сегодня, в одном месте работали. На сегодняшний день профильные службы откачали более 10 тысяч кубометров дождевых и талых вод. Мониторинг состояния улиц, внутриквартальных проездов, дворов и других объектов продолжается непрерывно. Галина Топилина, Игорь Казановский, События. В Самаре состоялось заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. Специалисты обсуждали подготовку к предстоящему ремонту трамвайных путей на улице Новосадовой, правила использования популярных средств индивидуальной мобильности, а также другие вопросы, связанные с повышением безопасности самарских дорог для всех участников движения, как водителей, так и пешеходов. Подробности далее. Первый месяц весны подходит к концу. Теплые дни все ближе. И многие самарцы уже ждут возможности использовать средства индивидуальной мобильности. В том числе те, что доступны в рамках работы компаний, предоставляющих электросамокаты в аренду. Но в правилах дорожного движения и правилах благоустройства городского округа Самары появились пункты, касающиеся передвижения на таких самокатах. Определены территории, где установлено ограничение скорости, а также места, где нельзя оставлять самокаты. Об этих изменениях и эффективности принятых мер говорили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Что касается требований к этим самокатам, вот все, что появилось в прошлом году, и были внесены изменения в правила дорожного движения в части, где можно ездить, где нельзя на них ездить, какое ограничение скорости, возможность движения там на выделенных дорожках, на пешеходных тротуарах, в правой полосе дороги автомобильной, все эти нормативы также продолжают действовать. Также на комиссии обсудили предстоящий ремонт трамвайных путей на участке Новосадовой от Барбошиной поляны до улицы Нововокзальной. Под путями устроят систему ливневой канализации, чтобы линию не затапливала ни весной, ни во время сильных дождей. Щебеночное основание и рельсошпальную решетку полностью заменят. Для проведения этой работы необходимо будет полностью перекрыть движение трамваев на этом участке. Чтобы пассажиры смогли, как и прежде, пользоваться транспортом по привычным маршрутам, будет запущен заказной автобусный маршрут. Он будет абсолютно бесплатным, пассажиры смогут пользоваться им на участке от Ташкентской до 22-го партсъезда, а затем будут пересаживаться на необходимые трамвайные маршруты. Интервал движения заказных автобусов предусмотрен в зависимости от временных промежутков. 5 минут в часы пик, 15 минут в остальное время. Заказные автобусы будут останавливаться на всех имеющихся на пути остановочных пунктах. За работой дополнительных автобусов обеспечат контроль. Минимизация неудобств для горожан в приоритете, поэтому и сроки ремонта скорректировали. Его начнут не с середины апреля, как планировалось ранее, а перед майскими праздниками. Ремонт будут выполнять с 28 апреля по 30 июня. Мы решили сдвинуть закрытие движения на 28 апреля, для того, чтобы в выходные дни отработать эту схему. И уже когда граждане вышли на будние дни, можно было что-то там подправить. Каких-либо других возможностей с каким-то частичным движением вопрос не рассматривался. Это невозможно с точки производства работ, потому что трамвайные пути полностью будут демонтироваться. На время закрытия движения работу трамвайных маршрутов, проходящих по улице Новосадовой, намерены организовать вариативно, в зависимости от дней недели. С этой информацией можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации Самары. В дальнейшем, после капремонта на первом участке трамвайной линии, ее обновление продолжится в границах улиц Нововокзальной и Кольца в районе завода имени Тарасова. К следующему этапу уже готовятся. Работы находятся на стадии проверки сметной стоимости. Кроме того, на комиссии обсуждали вопросы сезонного обслуживания улиц, планы по ремонту дорог на предстоящий сезон в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также профилактику детского травматизма на объектах дорожного движения. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Лед тронулся. Ледокол «Портовый-13» вышел в рейс. Его задача – обеспечить навигацию между Самарой и селом Рождествено. Вместе с командой корабля на расчистку акватории «Волги» отправилась Ксения Баканова. Лед тронулся. Вокруг только «Волга» и 9 членов экипажа. В Самаре установились плюсовые температуры. Основное русло реки уже освободилось от льда. А притоки пока скованы. Прокладывать дорогу весне помогает «Ледокол» «Портовый-13». Никаких суеверий. «Портовый-13» отошел. Поехали. За плечами Ивана Борисова 35 лет судоводительского стажа. В Самару мужчина переехал из Санкт-Петербурга. Говорит, огни северной столицы надоели. Захотелось попробовать на вкус волжскую романтику. На «Ледоколе» Иван бороздит речные просторы уже второй год. За это время успел породниться с кораблем. Я еще в прошлом году почувствовал до середины навигации, где-то до июля месяца. Я еще так присматриваю. А потом привык. Ну да, конечно, есть свои нюансы. Очень сложная техника бывает. А бывает, нет. Работает, работает. На «Ледоколе» Портовой 13 жизнь кипит. Трудится целая команда профессионалов. За чистоту на палубе и внутри судна отвечают матросы. Мотористы работают в машинном отделении. Смотрят за движками и контролируют уровень масла. Корабль пошел в бой. Задача – расчистить ото льда остановочный пункт поселка Подгалятино. Существует два способа. Корабль может раскачиваться или наступать на корку своей массой. А все для того, чтобы омики могли осуществлять переправу жителей. Быстро, комфортно и безопасно. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. Владимир Путин поручил повысить качество обучения школьников естественным наукам. Правительство Российской Федерации должно разработать комплексную программу по повышению уровня математического и естественно-научного образования школьников к 1 июня, сообщается на сайте Кремля. С учетом ранее данных поручений разработать по согласованию с Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и утвердить комплексный план мероприятий по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в системе общего образования, поясняется в поручении. Самарские ученые разработали способ лазерной экспресс-диагностики парадонтита. Это стоматологическое заболевание можно будет с высокой точностью выявлять за считанные секунды без традиционного в таких случаях проведения рентгена и взятия анализов. Врач просто посветит на подозрительный зуб лазером, соединенным со спектографом. С помощью подключенного ноутбука и специального программного комплекса анализируется состав эмали зуба. Автоматически выявляются отклонения от нормы и выдается диагноз, есть парадонтальные изменения или нет. В Госдуме выступили с предложением ввести на базе ЗАГСов беседы с психологом при расторжении брака. Данная инициатива рассматривает варианты работы медиатора не только с парами, которые испытывают сложности в отношениях и находятся на грани развода, но и с теми, кто только готовится пожениться. Психологические консультации помогут гражданам понять, является ли их решение пожениться или развестись осознанным и взвешенным. В Самарской области зафиксировали суточный максимум осадков сразу на 10 метеостанциях. Об этом сообщили в Приволжском УГМС. В Самаре за сутки выпало более 22 мм осадков, что больше на 13 мм прошлого рекорда, которые зафиксировали в 1991 году. Рекордный максимум также установили в Челновершинах, Аглосе, Кенельчеркасах, Тольятти, Сызерне, Авангарде, Большой Глушице, Безенчуке и Серноводске, рассказали синоптики. Международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны «Диктант Победы» пройдет через месяц, 26 апреля. Испытание состоится уже в шестой раз. Задания в этом году будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границе СССР, один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии, юбилеем писателей, фронтовиков, а также другим памятным датам. Площадки будут открыты во всех российских регионах. Также «Диктант Победы» пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на 5 языков – английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок «Диктанта» превысило 21 тысячу, а количество участников составило почти 2 миллиона человек. В Международный день театра активисты движения «Молодая гвардия» встретились с актером Владимиром Гальченко. Встреча прошла в штабе общественной поддержки Самарской области. Заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая маска» ответил на вопросы, рассказал о своем творческом пути и обсудил разные спектакли с юными зрителями. Как не волноваться, как снять вот это вот волнение. Потому что сейчас не публичных профессий уже нет. Все они – люди разносторонние. Учатся, работают, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. И при этом живо интересуются культурой и искусством. Для активистов движения «Молодая гвардия» прошла встреча с заслуженным артистом России, лауреатом премии «Золотая маска» Владимиром Гальченко. «Я очень давно знаком с этим актером. И мне очень нравится его харизма и умение отыгрывать свои роли. Было очень интересно его послушать. Как он вообще стал актером и его жизненный путь». Владимир Гальченко считает, такие встречи – отличная возможность получить обратную связь от юных зрителей. Ну, знаменитая фраза, что «Здравствуй, племя молодое и незнакомое», она не совсем верна. «Здравствуй, племя молодое и очень знакомое». Потому что я тоже был в их возрасте. Я их слышу, я их понимаю. Ну, нюансы различные могут быть только в моде на одежде. Поэтому, я думаю, мы быстро найдем с ними общий язык, мне так кажется. На встрече с активистами Владимир Гальченко рассказал о своем творческом пути и ответил на вопросы. Елизавета Прокопенкова, Петр Паломеев, События. Будущие артисты Самары. В школе 81 прошла репетиция школьного театра. Ученики показали отрывок, и спектакля по мотивам рассказа Киры Булычева «Можно попросить Нину». На репетиции побывала и наша съемочная группа. Юные актеры, а по совместительству ученики школы номер 81, репетируют спектакль «Можно попросить Нину» по мотивам рассказа Киры Булычева. Сценарий написала мама одной из учениц, поэтому действие происходит не в Ленинграде, а в Куйбышеве. Сюжет рассказа таков. Молодой человек из современной Самары звонит своей подруге и попадает в 41-й год в Куйбышев и ведет разговор с девочкой, которая сидит дома одна. И они долго не могут понять, что происходит. Не сходится у них реаль окружающей жизни. И в конце концов, молодой человек понимает, что попал в прошлое, и пытается девочке помочь. Никита Авдонин, исполнитель главной роли, признается. Участие в школьном театре так захватило, что теперь хотел бы поступить в театральный институт. Но пока в раздумьях из-за высокой конкуренции. Мне нравится участвовать в спектаклях. Это интересно, можно найти новых знакомых. Это также может развивать речь, память, когда учишь сценарию. Система школьных театров в России развивается по поручению президента Владимира Путина и является важным инструментом воспитания подрастающего поколения. Самарская область стала одним из первых регионов, где в каждой школе создан школьный театр. Только в столице губернии при общеобразовательных учреждениях функционирует 162 театра с охватом более 6000 учащихся, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Участие в школьном театре только положительно сказывается на всех аспектах жизни ребенка. Это и развитие языковых навыков, это развитие ораторского искусства, это раскрытие в себе талантов, о которых даже мог не представлять ребенок. Это определенный новый качественный круг общения, новые друзья, знакомства. И мы уверены, что участие ребят в школьном театре останется самым ярким впечатлением в их школьной жизни на всю жизнь. Для повышения интереса обучающихся к театральному искусству на территории образовательных учреждений проводятся различные городские конкурсы. Участвовать в школьных постановках может любой желающий ученик. Полина Чулякова, Августина Охременко, Григорий Плешаков. События. В Самаре проходит Всероссийская неделя детской книги. Читатели знакомятся с новинками литературы для детей и юношества. Из фонда в библиотеку участвуют в играх, конкурсах встречаются с детскими писателями. В библиотеке номер 8 для школьников провели встречу с поэтом Светланой Макашовой. Она занимается проблемами экологии, работает в Самарском центре мониторинга окружающей среды. Но для души пишет стихи о детях и для детей. Мы побывали на встрече и расскажем подробности. Сдохнул мой папа тяжко. Говорил со мной, купил мне перепашку в коробке расписной. Она, конечно, славная, забавная она, но это ведь не главное. Собака мне нужна. Истории, которые знакомы практически каждому ребенку. Забавные детские приключения, дружба, отношения с родителями, проблемы и их решения. Свои стихи самарским школьникам представила Светлана Макашова, автор детских книг «Разноцветные рифмы», «Рыжий дождик». Я всегда писала стихи, сколько себя помню. Но вот именно стихи для детей я пишу вот уже с седьмого года. Вдохновила меня моя дочка, которая была маленькой, когда с ней происходили всякие разные интересные истории. У нее были очень забавные друзья. Как-то вот за этим, за всем я наблюдала. И сами с собой рождались стихи. Много внимания автор уделяет теме экологии. Светлана работает в Центре мониторинга загрязнения окружающей среды, а еще занимается волонтерством и очень любит животных. У меня есть книжечка небольшая, там собраны стихи именно экологического плана. Работа моя связана с экологией, поэтому мне всегда хотелось детям как-то рассказать немножко и об этой области жизни, но тоже так немножечко креативненько, творчески. Я очень надеюсь, что ребята после прочтения стихов, после общения вот на встречу, будут немножко более бережно относиться к окружающему миру и друг к другу. На встречу с поэтом в библиотеку номер 8 пришли дети разного возраста. Они не просто слушали стихи, но и задали много вопросов о любимых писателях, о вдохновении, о творческом пути, о стихах, которые даются легче и сложнее. Пообщаться с автором, узнать ее как человека, как о ее творчестве узнать. И я думаю, что самое важное, чтобы приучить детей читать, научить их не просто смотреть мультфильмы, не быть зависимым от телевизора или, например, планшетов своих телефонов, гаджетов, а именно читать книги. И мне очень важно именно как филологу приучить младшее поколение, потому что то, что мы закладываем сейчас, в дальнейшем это будет основой для их самореализации. Встреча с автором прошла в рамках Всероссийской недели детской книги. Это одна из старейших отечественных просветительских акций, в которой регулярно участвуют самарские библиотеки. Библиотека старается каждый год принимать участие в этой акции и звать писателей и поэтов не только сами проводим мероприятия, но и со значимыми лицами, которые могут от первого лица рассказать детям про свои произведения, про своих героев. И детям это всегда очень нравится. В рамках Всероссийской недели детской книги читатели знакомятся с новинками. Литература для детей и юношества из фондов библиотек участвует в интеллектуальных творческих мероприятиях, встречаются с детскими писателями. В этом году неделя детской книги проходит под девизом «Читает семья, читает страна». Акция продлится до 31 марта. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, события. Автопортрет «Зачем художники рисуют себя» выставка под таким названием открылась в областной столице. Она разместилась в двух залах детской картинной галереи. В первом представлена репродукция знаменитых автопортретов, а во втором – детские работы и инсталляции из зеркал. В Зазеркалье побывала наша съемочная группа. Это сейчас селфи умеет делать каждый и даже не задумывается порой, зачем это нужно. А прообраз этого явления, автопортрет, всегда считался особым жанром в искусстве художников-портретистов. И появился он как особый вид портрета в эпоху Возрождения. Тогда художник стал осознавать себя творцом и задумывался о своем предназначении и о своем месте в этом мире. Человек в эпоху Возрождения начал иначе к себе относиться, к собственному я. То есть, на самом деле, автопортрет, идя по истории автопортрета, вообще можно понимать, как меняется отношение к человеку, отношение к личности, значимость самого художника. И нам показалось вот интересным и важным про это рассказать. Экспозиция первого зала – это репродукция автопортретов из разных стран и эпох. Здесь можно познакомиться с историями создания легендарных картин, узнать, кто из художников был рекордсменом в этом жанре. На выставке представлен и первый автопортрет, сделанный в России. На нем изображен русский художник Андрей Матвеев со своей супругой. Он так и называется – автопортрет с женой Ириной Степановой. Заглянув во второй зал детской картины галереи, вы окажетесь в Зазеркалье и сможете сами создать свой автопортрет. Для этого достаточно взглянуть на свое отражение. Мы попадаем внутрь этого всего, а там зеркала, и где человек может видеть себя многократно увеличенным. И в зависимости от того, какой он, то есть он также видит мир вокруг себя. То есть если он улыбается, и если он, допустим, расслабленный, если он в какой-то дружелюбной позе, то, в принципе, вокруг него все наполнение, все наполнено точно таким же. В этом же зале представлены детские автопортреты. Многие из них написаны красками на бумаге, но есть и сделаны из керамики. Посетить выставку можно до 26 мая. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. По сложившейся традиции, апрель – это месяц чистоты, благоустройства и озеленения, сообщает телеграм-канал администрации Куйбышевского района. С 1 апреля в городе пройдет ежегодный месячник по благоустройству. Управляющие компании, ТСЖ, ТСН и городские службы благоустройства выполнят целый комплекс работ – от вывоза мусора и уборки городских территорий до покраски урн и мафов. Жители приглашают принять участие в месячнике по благоустройству. Инвентарь будет предоставлен. Телеграм-канал промышленного района сообщает, что в проекте «Всей семьей» видна финишная прямая. Последнее задание – сделать доброе дело. Какое решать вам? Можно покормить бездомную собаку, помочь бабушке донести вещи, развеселить друга или приготовить коллеге кружку кофе. Сделать общую фотографию, выложить фото у себя на странице в ВК с хэштегом «Всей семьей». Уже 4 апреля состоится подведение итогов конкурса. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки разместил в своем телеграм-канале информацию для желающих взять ребенка в семью. В специальных карточках рассказывают, что потребуется для передачи детей на воспитание в замещающие семьи. Для получения более подробной консультации и записи на прием можно обратиться по телефону, указанному на экране. На этом выпуск подошел к концу. Всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова